Нужно же было так случиться, чтобы в эту минуту на постоялый двор явился тот самый цирюльник, у которого Дом Кихот отнял шлем мамбрина. Он сразу узнал свое добро. Синьор, воришка! Давайте-ка сюда бритвенный таз, который вы у меня стащили. Прошу тебя! Прошу тебя! Вот, вот он, вот он мой тазик! Я вижу его, мой бритвенный тазик! Синьоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. С того дня, как он попал мне в руки, я от него ничего не убавил и ничего к нему не прибавил. Да уж, это верно. Синьор кукольник, я только что заплатил вам сполна. Что же вы молчите? Ну, ну, что вы скажете об этом рыцаре, который утверждает, что это не бритвенный таз? Я скажу, что это настоящий рыцарский шлем. Клянусь моими куклами. А кто смирится, кто смирится утверждать противное, того я вызываю на бой и силой своего меча докажу, что лжет. Не успокойтесь, успокойтесь, сынья рыцарь. Эта штука совсем не похожа на бритвенный таз. И мне ли не знать этого, когда мой похойный муж 20 лет был цирюльником? Слушай, ты, толстяк, может быть, хоть у тебя голова осталась в исправности. Ну, скажи, ну, разве это не таз? Это шлем из самого чистого золота, которое только бывает на свете. Силы небесные. Ну, как это, ну, как это возможно, чтобы столько почтенных людей принимали этот таз за шлем? Уж не сплю ли я? А вы ущипните себя, куманек, да покрепче. Эх, то ли еще бывает, когда имеешь дело со странствующими рыцарями. Ужин готов, сеньоры. Салайте к столу, проходите. Вот это дело. Садитесь и вы, сеньор кукольник. Ну, а теперь, теперь я спою вам, братцы, старинную песенку. Садитесь и вы, сеньор кукольник. Садитесь и вы, сеньор кукольник. Садитесь и вы, сенор кукольник. Садитесь и вы, сеньор кукольник. Но ни одной форели я так и не поймал. Скоро весь постоялый двор погрузился в сон. Подсчитав выручку, легла с хозяйкой. Заснул владелец кукольного театра, подложив под голову мешок со своими куклами. Крепко спал цирюль. Ему снилась целая дюжина новеньких бритвенных тазиков. Санчо давно уже громко храпел, прижимая к груди бурдюк с остатками вина. Только дом кихоту не спалось. Он думал о приключениях, которые его ожидают. Ему мерещили жаркие схватки с волшебниками, красавицы, освобожденные из плена, великаны, поверженные на землю. В маленьком окошке над его головой круглая серебряная луна сияет, как рыцарский щит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова